Бычков по осени считают в Малдокосинском животноводческом комплексе в Урнарского мясокомбината открылся новый коровник на 500 голов с телятником. По данным Чувашстата, с начала года в Урнарском районе на 7% увеличилось производство мяса и птицы. К 1 октября поголовье крупного рогатого скота превысило 7,5 тысяч. Сегодня выгодно заниматься отраслью животноводства. Круглый год можно получать на системной плановой основе финансовые средства и вести эффективно финансово-хозяйственную деятельность и получать прибыль. Малдокосинский животноводческий комплекс один из крупнейших не только в районе, но и в республике. В 2016 году был построен коровник на 1000 голов, но этого оказалось мало. В настоящее время в комплексе около 1400 коров. В планах руководства предприятия довести их численность до 2,5 тысяч. За строительство коровника мы получили субсидии 29 миллионов рублей. И в этом году на строительство этого коровника и телятника ушло у нас 90 миллионов рублей. С 2017 года тем более субсидии увеличили. Если было раньше 20%, сейчас уже субсидируется 30%. Мы планируем получить около 30 миллионов рублей. Это очень-очень большие деньги для нас. Этими деньгами мы на следующий год будем строить еще животноводческие помещения, будем еще развиваться. О том, как осваиваются средства господдержки, говорили и за круглым столом глава республики и работники агропромышленного комплекса. Общий объем государственной поддержки составляет 2 миллиарда 410 миллионов рублей. Из этой суммы освоено чуть больше 83%. Освоение денег идет планово, равномерно. Все документы, сейчас мы немножко продлили сроки для того, чтобы предприятия могли донести на покупку, на субсидирование, для субсидирования элитных семян. Обсудили и предварительные итоги уборочной кампании. Глава Чувашии отметил, что в этом году погодные условия внесли свои коррективы. В ход сельскохозяйственных работ, однако, пессимистичные прогнозы не подтвердились. Всего в Чувашии намолочено 728 тысяч тонн зерна, что является максимальным за последние 20 лет показателем. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Арена Гавилян, Республика.